Друзья, очень важную информацию хочу вам сообщить. Послушайте внимательно. И именно из таких вещей складывается общая картина происходящей реальности. Донесения, сводки, обрывки информации. И журналисты, и разведчики, и контрразведчики, и прочие деятели такого рода информационного, они очень пристально смотрят на такие вещи. Как известно, многие гиды-переводчики китайских туристических групп, они также докладывают, куда следует, о чем следует. Да по мелочам, просто о настроениях, как, что. Так вот, в последнее время, в последние годы, но особенно в последние месяцы, в последние месяцы это вообще приобрело перманентный, постоянный характер, говорят китайцы в Петербурге и в Москве о том, как здесь все красиво, какая чудесная архитектура. А еще они радуются тому, что скоро все это будет принадлежать им. Какая в их замыслах участь предначертано для нас, распространяться не стоит. Это достаточно посмотреть на Синьцзянскую их автономию, где уйгуров они держат, как в концлагере вырезают у них органы и для своих китайцев. Поддерживайте каналчик, пишите комментарии, ставьте лайки, проверяйте подписки. Подписки они снимают упыри эдакие. И поверьте, в руководстве страной очень многие держатся за головы и реально не представляют, что им делать. Они заигрались с великой поднебесной империей. И никакой это не коммунизм, поверьте. Это страшная экспансивная империя. Вообще самой главной проблемой России сегодняшней является отсутствие общества как такового. Нельзя назвать объединяющей идеей то, что талдычит из тельящиков. Не более объединяют и решения правительства и руководства страны. Вы знаете, в своей книге «Homo Futurus. Облачный мир» я описал закон явления, законы познания реальности, как понимать и осознавать реальность. Явления – это огромные такие события, событийные сущности, которые проходят сквозь человечество. И они могут быть... Они огромные. Такие, как Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Такие, как изобретение интернета или изобретение антибиотиков. Это явления, изменившие жизнь человечества. Так вот, и явления не могут быть полностью чёрным или полностью белым. Они разноцветные. И для кого-то они могут быть хорошими, а для кого-то плохими. Так же и люди. Люди – суть явления. Потому что каждого человека, если повернуть нужной и правильной стороной, ну, грубо фигурально выражаясь, тогда произойдёт его личностное соприкосновение с другим человеком. В то же время, если их одинаковыми плюсами соприкоснуть, будет отторжение. Так вот, суть волшебства заключается в создании из атомизированных людей, которые сегодня суть Россия, создании из них общества и народа. Как же это сделать? Как вас всех повернуть так, чтобы произошло объединение плюс на минус, полюсов магнитики, душенькие магнитики. Как, друзья? Я думаю, я волшебник, маг слова. И я постараюсь. Давайте стараться вместе. Говорите с вашими соседями, друзьями, домочадцами. Помогайте мне. До свидания. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И вот вышел я пройтись по городу и завела меня прогулка в Биберево, в район, где вот тут роддом расположен прямо, где моя бывшая жена лежала на сохранении вот с моим младшим сыном, которого она не даёт мне теперь видеть. Вот такая история. На самом деле, чрезвычайно печальная история, которая заставляет моё сердце кровоточить и то, что я не могу видеть сына и так далее. И вот поговорить и одиночество, дорогие друзья, оно убивает действительно. Это знаете, как вот у Адама Бог взял ребро и сделал из него Еву, так вот моей Евы нет рядом, и дыра кровоточит. И поговорить я хотел с вами как раз, дорогие друзья, о том, что убивает нас, о практической Евгенике, о планах, притворяемых в жизни. Ведь главное, одно из главных злодейств, которые совершены над нами, это уничтожение института семьи, практически полное, обескультуривание людей, которое приводит вот к такому. Потому что, понимаете ли, по статистике реально уже больше половины браков распадаются. Люди выходят замуж, женятся и разводятся. Представляете, какой кошмар? Вот. И на самом деле мужчины в этом плане гораздо более уязвимы, потому что женщина способна к самодостаточности. У женщины заложен инстинкт выживания куда больше. А мужчины начинают скатываться, спиваться, ломаться, теряться и так далее. Вот. И что мы имеем в итоге? Мы имеем кошмарную демографическую ситуацию. И та же ситуация с элементами, когда женщины наделяют все большими и большими правами. Как бы это, в принципе, правильно. Действительно, надо заботиться о своих детях. Да, но это становится чрезмерным. Это уже стало чрезмерным. Поэтому мужчины загнаны буквально в угол. Причем мужчины, вымирающие племя в России, нас на четверть меньше, чем женщин. В недавнем ролике я говорил о том, как вымерла огромная часть моего поколения. Это истинно так. И вымирали, друзья, в основном мужчины, а не женщины. Что ж, вы понимаете, что на самом деле России для исцеления мало просто взять, избавиться от нынешнего царька, взять, сменить режим. Этого мало. Нам нужна полная перестройка, дорогие друзья, всех наших взглядов, нашего мировоззрения. Нам надо уходить срочно от дуальности. И дуальности мышления это да, нет. Я говорил и повторяю, говорить и буду говорить, что люди России должны иметь право на третий ответ. Что если? У нас должен быть такой, знаете, возможность оставаться человеком, друзья. Вот. В общем, ходил я, ходил, сердце защемило. И привело меня вообще в другой конец Москвы, в Биберево, где вот лежала на сохранении моего будущего ребенка, моя бывшая жена. Вот такие дела. И вы знаете, очень тяжело жить с такой вот дырой в душе. Но я живу и, конечно, буду продолжать вещать и говорить для вас, рассказывать новости и ситуации, как бы то ни было. И вот хочу сказать, что вот это вот разрушение семьи это практическая евгеника. И больнее всего она бьет по крупным народам, таким как англосаксы, галлы французы, русские. А более малые народы, они сохраняют в себе культурный код, этнический код. Они знают, что семья – это хорошо, семья – это важно и стремятся к этому. У нас же, увы, к сожалению, число разводов достигает апокалиптического масштаба. И это практическая евгеника в действии. Нам нужна новая этика, дорогие друзья. Об этом я писал в своей книге «Homo Futurus. Облачный мир». Что ж, буду с вами прощаться, пойду бродить в своих раздумьях. Напоследок анекдот, дорогие друзья. Рабинович работает у лорда Берримора дворецким. «Да, да, Рабинович, мне можно, я на четверть еврей». Рабинович работает дворецким у лорда Берримора и идет с другом и с удачей. «Ты представляешь, лорд Берримор-то каков, с моей женой спит». «Но я ничего, я тоже с его женой сплю». «А ну вы квиты», говорит приятель. «А Рабинович не нанимается, представляешь, говорит, лорд Берримор мне уже двух детей сделал». «Ого», говорит приятель. «Ну ничего, я ему тоже двух сделал, представляешь?» «Ну, тогда вы квиты, ребята». «Да ничего подобного, я-то ему делаю лордов, а он мне простых евреев». «До свидания, дорогие друзья, спасибо за то, что вы со мной меня смотрите, по возможности поддерживайте меня, а то на работу в путинские СМИ Захарыча за его длинный язык никто уже не возьмет. Что которым, боюсь, не выдержу, здоровье уже не то, из-за дыры в черепе и шести костей сломанных уже выносливость утеряна. Доброго дня, доброго вечера, до свидания, доброго времени суток. Улыбайтесь. Пока. Вот, друзья, именно вот эти нечищенные ботинки послужили причиной того, что старший сержант больницы по имени Кирилл, не буду называть фамилию, меня остановил на станции метро Биберева и попросил мои документы. Ну, я не стал его снимать, посреди продолжительной беседы старший сержант попросил у меня прощения. Вот, потому что он не имел права меня вообще останавливать. Он стал говорить, а вдруг вы были бы иногородними, а ему не сказал бы, что вы считаете, что иногородние все с нечищенными ботинками ходят. Потом он пожалел, что он меня остановил, потому что я ему рассказал про личную трагедию, что у меня нет жены, и эрго, следовательно, и ботинки у меня, и внешний вид, не всегда соответствует норме общения. Вот. Вот такие вот дела. Ну что ж, по полицейским, особенно младшему составу, хочу сказать, учите, пожалуйста, ириспруденцию. Людей нельзя просто так останавливать, будь они иногородними, и так далее, или за нечищенные ботинки. Вот. Ну, о себе могу сказать, теперь я сам по себе хожу с нечищенными ботинками, и дырявыми карманами, но постараюсь не отчаянно. Когда идешь в московском метрополитене, поневоле обращаешь внимание на лица людей, насколько напряженные лица, серьезные, и часто встретишь улыбку. Люди такие серьезные, готовые к бою, к нападению, у всех много всяких борестей, там, душевных травм и так далее. Интересно, правда, почему меня остановил этот милиционер, меня сто лет не останавливал, мылый секс-болк. Хочу вам сказать, друзья, что в ходе небольшого, но занимательного диалога с милиционером, он мне признался, что он поддерживает оппозицию, и что он против действующего путинского режима. И хочу вам сказать, что подавляющее большинство работников полиции, силовых органов и прочее, и лапутини придерживаются таких же взглядов. Один нетопырь в Красном замке всех уже порядком достал. Ну, упырь в Кремле. Дорогие друзья, вот будете в Москве, обязательно на станцию метро Новослободская зайдите и посмотрите вот на эти чудесные витражи. А вы знаете историю их создания? В блокадном Ленинграде их создавал художник к стыду своему, не помню его имени сейчас, Царствие Небесное, этому великому человеку. Умирая от голода, в страшных мучениях, он создал эти витражи, проследил за их погрузкой на корабль, а потом скончался. Царствие Небесное великому художнику. Вечерочка. Вечерний выпуск, вечерний Москвы. Не буду даже брать его в руки, потому что там заметки куца, и все уже кастрированные, и читать совершенно некого. С сожалению, должен отметить, что газетная журналистика в Российской Федерации, вот как ремесло, она практически мертва. Вот. Сейчас вот доживает свои дни. И вот мой главный редактор Куприянов Александр Иванович пытался ее реанимировать, но не уверен, что... Представляете, думал, уйдет автобус, но автобус не ушел, и я успел добежать. Водитель, вежливый, добрый, прекрасный водитель остановился и меня впустил. Вот. Такие дела, друзья. Судилище над Михаилом Алферовым, моим блогером, и человеком, которого я считаю как минимум соратником и товарищем, не состоялось. По причине того, что не явилась потерпевшая, якобы. Вот. Ну, о чем это говорит? Друзья, на самом деле, эти во власти, они очень пристально смотрят. Не перекрутили ли они тут, не пережали ли они тут. Они сами не до конца понимают, что они делают. Они не разбираются в сложившейся ситуации, и им, по большому счету, очень страшно. Потому что, нет, не все там упыри во власти и так далее. Многие, но не все. Многие люди действительно хотят перемен к лучшему, но никто из них и понятия не имеет, как можно реанимировать государство образования РФ. А я знаю. И начать нам надо друг с друга, с самих себя. Дорогие друзья, именно так. Не революция, прежде всего, а эволюция. А уже потом, поверьте, все само посыплются нам в руки. Даю слово, так работает волшебство. Ну и вот я хожу, словно Адаму без ребра, и неустанно воскликаю, «Ева, Ева, где же ты, Ева?» И иду я себе со своей душевной дырой и думаю, что же дальше будет в России? Какие метаморфозы грядут? Но, друзья, мы можем наблюдать, на самом деле, полную несополосованность властей, потому что в Кремле царит неразбериха, и нету там вовсе никакого твердого, как стержень алмазный, чего-то волевого решения, ничего такого там нет, они растеряны и не понимают, что им делать дальше. То есть, даже если в случае, если отринуть фашистскую, чубайсовскую, грефовскую, масонскую идеологию, денежное рабство и прочее, что остается? Что они могут нам предложить? Не знаю, друзья, но зная одно, что с этими людьми нам не по пути и никогда не будет по пути. Нам нужно социалистическое общество. Вот, кстати, полюбуйтесь, что тут происходит. Не знаю, какие-то люди, пугающие декорации. Здрасте. А я блог в Ютубе веду. Так, а мы тоже. Вам не страшно самому-то? Потому что защита. Защита. Так, но вы почти на фоне магазина Армия России стоите. Тоже защита. Ладно, вот, такие дела. Вышел, тут стоит человек сочиться кровью. Итак, что же нам делать? Нам надо вернуть улыбки на лице людей, друзья. И это никакие не шутки. Нам надо вернуть оптимизм в людские души. Надо, чтобы люди снова начали любить друг друга. Потому что любовь это та самая мощнейшая волшебная сила, которая способна объединить нас всех, улучшить заодно генофонд, подарить радость жизни и держать людей в месте поддерживать. В общем, друзья, желаю вам всем доброго вечера. Поддерживайте мой канал. С вами был я, Захарыч Блаженный. Пока!